Юны, подающие надежду спортсмены. На зональную серию игр в рамках первенства России по мотоболу среди юниоров «Видное» приехало два молодежных состава знаменитых клубов из Ставропольского края и Владимирской области, чтобы сразиться с местным «Металлургом-2» за возможность выступать в финале федеральных соревнований. «Город «Видное» – это город, который создавал свои традиции культурными, историческими, но самой главной спортивной традицией был и остается мотобол. Пожелать нашим командам сегодня боевого затора, спортивного интереса, поменьше травматизма и достойной победы». В стартовой игре первенства на поле видновчане и гости из Коврова. Пока еще не конкуренты «Металлургу-2», но стремительно растущие профессионально спортсмены. «У меня все осенью ребята только пришли, формирую новую команду. То есть у меня в прошлый год слишком много ушло в основной состав. Для этого живем, для этого работаем. Любимый вид спорта на благо жителей ваших города Видно, наших ковровчан. Старые дружбы, старые соперники». Старые соперники в новом Амплуа. Как отметил президент команды «Металлург» Валерий Нефантьев, для молодежи должно быть честью выступать на поле, где когда-то играли лучшие клубы Европы. «Чтобы они знали, что по этому полю на каждом сантиметре боролись лучшие игроки Европы. Чтобы они анализировали и знали, что здесь надо проявлять максимум того, что ты умеешь. Я специально сказал проявить свои рыцарские качества. Раз есть юноши, значит будут и взрослые. А раз будет взрослые, значит наверняка у «Мотобола» есть будущее». Первенский «Металлург-2» побеждал уже восемь раз. Многие из игроков основного состава, те самые легендарные видновские спортсмены, выходцы молодежки. Юных мотоболистов это вдохновляет. «Металлург» и сборная России всегда боролись и занимали первые места, и мы придерживаемся этого плана. «Видном» последняя игра в рамках первенства состоится 2 августа в 18.00. Вход свободный. После этого определятся две команды, которые поедут на финал соревнований в Краснодарский край. Они пройдут с 3 по 6 августа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ.